Совсем рядом с этой промзоной проходит северо-восточное шоссе. Отсюда рукой подать до строительного гипермаркета. Только вот преодолеть это, казалось бы, небольшое расстояние весьма сложно пешком, а на машине и того более. Поездка превращается в одно большое испытание нервной системы. Здесь отсутствует, практически даже не то, что отсутствует, а не существует подъездных путей. Здесь было множество организаций, продовольственные склады, компаний. Но в свое время они утратили свою деятельность, так как потребитель отказывался сюда ехать, потому что не было путей. Вот даже, смотрите, вот заправка, она тоже имела, как говорится, счастье к существованию, но обреклась на банкротство. Руководители нескольких местных предприятий эту промзону с горечью называют бесперспективной. Отсутствие подъездных путей на корню рубит все надежды на развитие. Я считаю, что нужно капитальный ремонт делать. Зимой мы ее тоже сами обслуживаем, чистим, где-то что-то подскребсти, подгребсти, и постоянно сами где-то подровняем, ну, своя техника тоже у всех, тоже предприниматели мы. Я считаю, что нужно делать дорогу, надо, чтобы обратили внимание на эту промзону, потому что тут реально много и рабочих мест, и организаций. Большие сложности здесь испытывают сотрудники местных предприятий. Им в условиях бездорожья добираться до места работы приходится окольными путями. Администрация города вообще никогда тут не чистит дорогу. И мало того, транспорту негде ездить. Была пешеходная дорога, его сейчас вообще не существует. Отдали землю кому-то, и народ ходит какими-то буераками, то шляпу потеряет, то еще что-то. Относительно стосно на этой якобы дороге себя чувствуют водители большегрузов. А вот владельцы легковых машин здесь перемещаются с осторожностью сапера на минном поле. Люди окольными путями добираются, потому что по этой дороге добраться вообще невозможно. Сейчас еще вот все подморозило, а если распутье, это вообще не дойдешь никак, нигде ни на чем. Там все разворочено, люди добираются бог знает как. Поэтому у нас больших грузов никаких нету, но тем не менее нам очень плохо. Люди на работу не идут сюда. Такси сюда не едут, отказываются, заносят нас в черный список и не приезжают сюда. А если приезжают, ругаются самым грубым матом. И все же у работающих здесь людей уровень доверия к власти остается высоким. Они продолжают верить, что здесь появится дорога, а промзона получит шансы на развитие. Евгений Волков, Андрей Просверкин. Наши новости. Евгений Волков, Андрей Просверкин.